Как рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, на данный момент точной договоренности о встрече президентов Украины и России нет, но работа по урегулированию конфликта на границе продолжается. Конечно, украинская сторона активно прорабатывает вопрос восстановления мира на всех уровнях. Это очень чувствительный вопрос, сказал Енин. Он добавил, что в такой ситуации Киеву следует продолжить работу по урегулированию ситуации на национальном уровне со странами-партнерами в рамках нормандского формата и по усилению взаимодействия с Вашингтоном. «Следовательно, мы можем только расширить наши усилия по всей стране и привлечь наших партнеров в нормандский формат, чтобы более активно работать с американскими партнерами, чтобы мирный вопрос мог продвигаться вперед как можно быстрее», – отметил Енин. В офисе Зеленского также оценивали вероятность блокирования встречи с Путиным по делу Медведчука. Андрей Ермак говорит, что дело Виктора Медведчука не отражает всего спектра сложностей в отношениях Киева и Москвы и вряд ли существенно повлияет на перспективы встречи президентов. Отождествить личность Медведчука с Россией было бы унизительно для Российской Федерации. Как отметил Михаил Подоляк, судьба Медведчука или Медведчук в целом вопрос гораздо меньше, чем все не очень хорошие двусторонние отношения между Россией и Украиной. Андрей Ермак активно участвует в тематике двусторонней встречи, но ни Медведчук, ни кто-либо другой недостаточно велик, чтобы повлиять на эти двусторонние переговоры. Так же, как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, запланированные на сентябре учения России и Беларуси Запад-2021 могут стать опасными для Украины. Такие манёвры предполагают использование войск, так что угроза присутствует всегда. После российских учений в 2008 году началась операция против Грузии, а после учений 2012 года последовала оккупация Крыма. У Российской Федерации есть специальный военный план, который предусматривает использование территории Беларуси для выполнения своих обязанностей. «В любых военных учениях всегда есть потенциальная угроза, потому что перед началом конфликта возникает большая проблема – обеспечение развертывания войск. И лучший способ – использовать учения и сказать «не волнуйтесь, всё в порядке», – заявил Арестович. «Это не вопрос веры или неверия. Есть оперативный план России, который включает использование белорусской территории. Мы это знаем, и русские этого не скрывают. Это известно из открытых источников. Русские очень хотят использовать эту белорусскую территорию. Посмотрим, позволят ли это белорусы», – резюмировал Арестович.